Эта удивительная история произошла со мной в 2010 году. День тогда выдался тихим, теплым и безоблачным. Мы приехали, как обычно, на перекресток и обосновались там довольно внушительным лагерем. Собралось нас тогда вместе человек десять. Это было как раз в тот самый год, когда на большой земле стояла жара и повсюду горели и дымили торфянники. Север встретил нас свинцовыми тучами, моросящим дождиком и чистым, прохладным морским воздухом. Однако человек быстро ко всему привыкает, и уже где-то на третий день пасмурная и дождливая погода не вызывала той самой пьянящей радости, которая была вначале. И все как будто разом позабыли, что приехали не на побережье Баренцево море, а на курорты Египта или Турции. И все чаще и чаще слышалось. Эх, солнышко бы сейчас, позагорать. Ну и буквально на глазах, как это бывает на севере, только что лил дождь, а тут раз и солнце вышло, и погода наконец-то наладилась. И в один такой вот солнечный день мы собрались вместе за обедом, чтобы решить, кто куда пойдет вечером. Да-да, вы не ослышались, именно вечером. Кстати, хочу задать вопрос, вы когда-нибудь собирали грибы, ну, допустим, в полночь? Тот, кто никогда не был на севере, удивится и покрутит пальцем у виска, мол, ты как вообще себя чувствуешь-то? Какие могут быть грибы в полночь? Да самые обыкновенные, белые, подосиновики, ну, подберезовики, хотя подберезовики мы там не собираем. И только тот, кто хоть раз был на севере летом, улыбнется и кивнет. А знаете, какой самый глупый вопрос, который можно задать на севере? Вернее, этих вопросов два. Первый – сколько времени? А второй? Где мы? Впрочем, я отвлекся. Сидим, значит, обедаем и решаем. Ванька-то сразу заявил, что пойдет на свою заветную лужу и один. Я же сказал, что пойду на ручей и на всю ночь. Ну, а остальные кто куда? Кто за морожкой? Кто за грибами? Я уже и не помню. Я, не торопясь, собрался, да и пошел себе. Идти от нашего лагеря до ручья, ну, не то чтобы далеко. Всего-то там километров, может быть, пять. Тяжело идти. Сначала надо с горы спуститься, обойти часть озера, потом подняться на высоченную гору, на самый верх, спуститься с нее и прохлюпать по болоту километра так три. И это легкая часть пути. Самый, что ни на есть, ад начинается, когда ты к ручью подходишь. Вытекая из озера, ручей резко спускается вниз в глубокий каньон с ответственными стенами по бокам. Но самое неприятное в том, что каньон этот зарос так сильно, будто бы ты находишься не на Кольском полуострове, а где-то в парке Юрского периода. Деревья стоят практически плотной стеной, переплетаясь между собой ветками, и ты, когда идешь, постоянно за что-то цепляешься. А папоротник, который доходит своими размерами практически до груди, не позволяет видеть, что у тебя происходит под ногами. А под ногами у тебя сплошные капканы из поваленных деревьев, камней и каких-то нор. И весь этот ад, который кажется тебе нескончаемым, ты буквально проползаешь и продираешься, рассчитывая каждое движение и каждый шаг. Но все равно ты постоянно за что-то цепляешься и периодически падаешь, и абсолютно не обращаешь внимания на гигантское количество комаров, которые пытаются сожрать тебя буквально целиком, и на которых не действуют ни кремы, ни спреи, ни мази. Ну, все это быстро забывается, когда ты приходишь на место и ловишь свой первый трофей. А трофей там знатный. И это не только крупная кумжа, ну и семга бывает заходит. Но самое приятное ощущение, это когда ты возвращаешься обратно и уже на подходе к лагерю с рюкзаком, набитым трофеями, тебя переполняет чувство радости и гордости за себя. Потому что ты это сделал. Ты опять сходил на ручей. Ты преодолел себя. Однако продолжил. Шел я не торопясь, по пути грибочки собирал, заначки делал, останавливался, чистил их и около какого-нибудь приметного места их складывал. Думаю, пойду обратно и по пути буду забирать. А погода, ну просто великолепная. Солнышко светит, слабый ветерок обдувает, а вокруг суровая северная красота. Ну и вот так вот не торопясь, прогулочным, я бы даже сказал, курортным таким вот шагом, я дошел до входа, где бурелом-то весь вот это-то начинается. Ну а что делать? Пополз. И знаете, как-то я в этот раз подозрительно легко прошел этот бурелом, не упал ни разу. Да и ветки не особо цеплялись. Нет, ну комары, конечно, были, куда же без них. Но мне почему-то показалось, что их было гораздо меньше. Вот я сейчас, рассказывая вам эту сказку, задумался. Если бы я тогда обратил внимание на то, что комаров нет и что это какой-то знак, смог бы я вернуться? Нет, ну если бы я знал, что меня ожидает в дальнейшем, то не то чтобы вернулся, а бежал бы так, что аж пятки бы сверкали. А с другой стороны, тогда бы и сказки бы не было. Ну да ладно. Пришел я на полянку на свою, ну на ту самую, где ямы начинаются. Время еще есть, солнце за сопку не скрылось, вода еще светлая, целая ночь впереди. Ну думаю, соберу дровишко для костра, потом костерчик разожгу, поужинаю и начну рыбачить. Ну так и сделал. Пока я возился с дровами, с костром, солнышко за сопку-то и зашло. Ну думаю, пора. Крадучись, я подобрался к первой яме, насадил червячка и только собрался закидывать удочку, как вдруг мне на голову упала капля. И большая такая капля, затем другая, потом еще, еще. Я голову-то поднимаю, а за деревьями не особо видно. Ну что там на небе-то происходит? А капли падают, их все больше, больше и больше. А у меня плащ и теплые вещи в рюкзаке лежат, а рюкзак на полянке. С собой только удочка да подсумок, ну и черви. Ну не таскать же все на себе. Думаю, дай-ка все же повыше заберусь, посмотрю, что там на небе. Может просто туча набежала какая, да не стоит внимания. А оно все капает и капает, сильнее и сильнее. И капли такие крупные. Оставил я удочку на берегу, скинул подсумок, нашел где залезть повыше, посмотрел в небо и обалдел. Небо было абсолютно черным. И оно было не просто черным, оно было жутким. И в этот момент в небе сверкнуло, ужасно грохнуло. А на меня буквально обрушился поток воды, словно кто-то там наверху взял огромное величиной в цистерну ведро и вылил мне на голову. И так же внезапно все вокруг резко потемнело, как будто выключили свет. Я кое-как на ощупь спустился, абсолютно мокрый, потрясенный и испуганный от происходящего. А водяной поток с неба все усиливался и усиливался. Кое-как, и не сразу, я нашел свою полянку и рюкзак. Все мои вещи, конечно же, промокли. Я вытащил плащ, накрылся им, скорчился. Сижу и думаю, надо как-то отсюда валить. Все оставлю, удочки брошу и пойду. Высунул я голову из-под плаща, а вокруг тьма кромешная, а с неба сплошной поток воды. Я кое-как встал и пошел. Абсолютно мокрая одежда противно липла к телу. Но не пройдя и трех шагов, я провалился ногой в какую-то нору, упал, больно саданувшись коленом об камень. Рядом с моим глазом, буквально в нескольких миллиметрах, хрустнула и прочертила лицо какая-то ветка, оставляя царапину. И я понял, что идти дальше – это безумие. А потом я начал замерзать. Чтобы хоть как-то согреться, я начал прыгать, приседать, подпрыгивать. Я даже пытался отжиматься. Но все было бесполезно. Я замерзал. А с неба сплошным потоком падала вода, и все это происходило в кромешной тьме. А в моей голове осталась только одна единственная мысль – нужно как-то дотянуть до света. А немевшими и непослушными руками я пытался разжечь костер. И у меня даже иногда получалось. Я сдирал всю кору, которую мог содрать, на ощупь находил вокруг себя тоненькие веточки и, накрывшись плащом с головой, разводил костер. Пламек получалось совсем небольшим и ужасно дымным. И как только я убирал плащ, из которого соорудил нечто подобие палатки, оно моментально гасло. И мне приходилось начинать все сначала. А потом я впал в какое-то оцепенение. Когда я в очередной раз разжег маленький и сильно дымный костер, я вдруг понял, что мне больше не холодно. Я сильно устал и хочу спать. Вот сейчас я буквально на минуточку закрою глаза, немножко отдохну, и я начал проваливаться в какую-то липкую, теплую и обволакивающую субстанцию. На ум пришло слово «патока». Сначала в нее погрузилось мое тело, потом в нее начала погружаться моя голова. Мне было тепло и очень хорошо. Сейчас я немножко посплю. Резкая боль вдруг пронзила мое тело, буквально вырывая меня из этой мерзкой липкой патоки. Как будто кто-то сильно с оттягом ударил меня ладонью по щеке и тут же облил кипятком. Я резко подскочил и даже, наверное, бы заорал от ужаса, если бы мне было бы чем орать, потому что меня не было. Небо, сопки, ручей – они были. И почему они внизу? Где, черт возьми? Я что, умер? Молодой человек, ну что за дилетантский подход к моменту? Умер ли? Умер. Какая вам, собственно, разница? Раздался вдруг голос отовсюду. Мало того, что у меня не было тела, и я висел где-то в воздухе, так и с моим зрением происходили какие-то странные вещи. Я видел все сразу и вокруг себя, но я не видел того, кто со мной говорит. Себя, впрочем, я тоже не видел. Если вы, молодой человек, имеете в виду свою тушку, то она еще жива и валяется там, где вы ее оставили, внизу. И у нее есть целых три минуты. Но не волнуйтесь, я верну вас у нее прежде, нежели она скажет вам окончательно «прощай». Итак, задавайте свои ответы. Кто ты такой? И что здесь вообще происходит? Молодой человек, ну зачем же вы тратите свое драгоценное время на ненужные и глупые вопросы, вместо того, чтобы спросить нас, кто вы такой и что происходит именно с вами? Вас? Ты тут не один? Перебил я своего невидимого собеседника. Вас-нас, вас-эс-дас. Какой, однако, замечательный каламбур получился. Вот все непременно. Следующий четверг я запишу его на скрижалях. Нас, как и вас, называют по-разному. А вот, например, вас, молодой человек, можно назвать двуногой обезьяной. Ой, ну только не делайте вот такой вот оскорбленный вид. Нас ведь тоже по-всякому называют, но суть от этого не меняется. Мы часть целого, как и вы. Но я вам больше скажу. Я — это вы. Вы — это я. Я-я. Ну, а происходит тут то, что происходит здесь всегда, когда кто-то выходит. Вот вы, например, молодой человек, вышли и произошло. И я надеюсь, вы полностью удовлетворены нашими вопросами на ваши ответы. Потому что времени у нас все меньше и меньше. Да и ваши друзья... Что с моими друзьями? Они тоже? Ой, да не волнуйтесь, вы так молодой человек. С вашими друзьями все нормально, но они могут наделать глупостей. Впрочем, что я тут все болтаю и болтаю? Не желаете ли полюбоваться сами? И тут же, моментально, я оказался над нашим лагерем. Лагерь не спал. Димка и Ванька уже были на улице, полностью собранные по походному. Грини и Юрка вылезли из палаток, и они тоже готовы были идти. Женская часть лагеря тоже рвалась в бой, но Ванька гаркнул на них, и они как-то быстро успокоились. И в этот же момент во мне заговорила гордость и самолюбие. Нет, ну конечно, с одной стороны приятно, что друзья идут тебя спасать, а с другой... Меня? Спасать? А ну стойте! Воскликнул я, когда мои друзья направились к тропе. Сидите, ждите меня в лагере. Я приду сам. И мои друзья резко остановились, словно наткнулись на невидимую стену. Мало того, они еще и по сторонам начали озираться, как будто действительно услышали мой голос. А Димка так вообще сказал. Вы это слышали? Ну да, кричал вроде кто-то, ответил Гриня. Это ветер, сказал Ванька. Давайте, пошли дальше. Не надо никуда ходить, я приду сам, повторил я. И мои спасатели вновь остановились. Постояли немного, а потом развернулись и пошли к палаткам. Забавные манипуляции, не правда ли, молодой человек? Сказал мой невидимый собеседник, и мы тут же вернулись обратно. Рвение ваших друзей, оно конечно же похвально, но абсолютно бессмысленно. Да я вижу, что вы и сам это прекрасно понимаете. Да, молодой человек? Еще бы, ответил я. Ну вот и ладненько. Потому как наше с вами интересное рандеву заканчивается. И вам пора обратно. В тушку. И в тот же самый момент я оказался внизу, на той же самой полянке, скрюченной в позе эмбриона. Не было никаких громов и молний и прочих спецэффектов. Я просто лежал на земле. И абсолютно ничего не чувствовал. Хотя нет. Постойте. Свет! На улице было светло. Я тут же попытался резко вскочить, но из этого ровным счетом ничего не вышло. Мое тело отказывалось меня слушать. Кое-как, неимоверными усилиями, я перевернулся на живот. Потом долго и не с первого раза встал на карачки. Затем попытался выпрямиться и упал. Потом еще, еще и еще. Я двигался как робот, как со мной было, не осознавая, что я делаю и зачем я это делаю. И я далеко не сразу понял, что вот он, я уже стою, и что медленно и неуверенно я могу ходить. Но моим движением что-то мешало. Это была липкая, насквозь промокшая одежда. И я снял ее. Я оставил только сапоги, трусы и плащ. Мокрые вещи я подобрал и запихал в рюкзак. Потом я сходил, забрал и сложил удочку и пошел. Моя тушка, хоть и плохо, но все же слушалась меня. Но я по-прежнему ничего не чувствовал. И как я шел, я тоже не помню. Я помню только отдельные моменты. Вот я вышел из бурелома. А вот я стою посредине болота. Я поднимаюсь на сопку. Порыв сильного ветра ударяет меня в лицо. И я падаю навзничь. Как же больно! Острые холодные камни впиваются мне в спину и в задницу. А я лежу и улыбаюсь как дебил. Я наконец-то что-то чувствую. И мне больно! Вот так вот и становятся мазохистами. Подняться удалось не сразу. Резкие порывы холодного ветра бросали меня обратно, навзничь. А когда я спустился вниз к озеру, то увидел самый настоящий шторм. И до меня то и дело долетали холодные брызги. А потом мне резко захотелось курить. Вот представьте себе такую картину. Край мира. Бушует ураган. На берегу озера, свинцовые волны которого рассыпаются в брызге, стоит безумное существо, которое сложно назвать человеком, в резиновых сапогах, трусах, плаще и с наслаждением курит. Представили? А я стоял тогда и думал, хорошо-то как. Жив курилка! А потом я опять пошел. И опять не помню как. Мой разум включился, когда я уже подходил к лагерю. Я пер на пролом через неглубокий залив по пояс в ледяной воде. И мне было абсолютно на все наплевать, потому что так ближе. Я шел, не обращая внимания ни на кого. Хотя обитатели нашего лагеря все разом выскочили из своих палаток. Я молча подошел к своей палатке, скинул рюкзак, плащ и сапоги и полез внутрь. И тут же в палатку за мной полез Димка. Остальные остались стоять снаружи. Эй, ну ты там как? Осторожно спросил Димка. Не дождетесь, ответил я, залазив в спальный мешок. А мы же это, ночью-то, тебя искать собрались, сказал кто-то на улице. А что же не пошли-то? Ехидным голосом спросил я. Ну так ты же это... Сам же сказал, что не надо. Чуть ли не хором, сказали те, кто стоял на улице. Димка тоже это сказал, но в отличие от остальных, я видел его выражение лица. И охарактеризовать это выражение можно так. Я у мамы дурачок. И у остальных, я думаю, было точно такое же выражение лица. Но мне было уже не до этого. Я наконец-то поудобнее устроился в спальном мешке и моментально уснул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok